Наша следующая глава – одна из самых важных во всем курсе. Она называется «Как не попасть в руки преступника». Очень важно внимательно прослушать весь материал и твердо его запомнить, потому что любой преступник выбирает своей жертвой того, кто, на его взгляд, достаточно беззащитен и беспечен, то есть в данный момент один и вне досягаемости для других людей. Эта глава научит тебя, как себя вести, чтобы не стать жертвой, то есть не привлекать своим видом преступников. Здесь мы отойдем от привычной схемы, когда вопросы по теме приводятся в конце главы. Мы опишем тебе три ситуации, а ты попробуешь представить, как бы ты поступил в каждой из них. Запомни свои ответы. В конце главы мы приведем пример правильного поведения в таких случаях и сравним с твоим решением. Ситуация первая. На дворе зима. Темнеет уже в четыре часа. Ты задержался на тренировке и возвращаешься домой один. Твой маршрут проходит мимо неосвещенного, безлюдного места, занятого двумя десятками гаражей. Каковы твои действия? Ситуация вторая. Ты пришел из школы и сидишь дома один. Раздается телефонный звонок. Незнакомый женский голос радостно приветствует тебя. Называет по имени и представляется твоей двоюродной бабушкой, приехавшей из другого города и говорит, что через полчаса зайдет в гости. Что тебе следует сделать? Ситуация третья. Итак, эта глава под названием «Как не попасть в руки преступника» посвящена тому, как правильно оценить ситуацию, чтобы не стать жертвой преступления, как распознать злоумышленника и не пойти у него на поводу, как вести себя с заговорившим с тобой незнакомым человеком. Давай подумаем. Жертвой какого преступления теоретически ты можешь стать? Во-первых, грабеж на улице. От этого не застрахованы и взрослые сильные люди. Но статистика показывает, что жертвами уличного грабежа чаще всего становятся женщины и подростки. Они наименее защищены, а также зачастую беспечны по отношению к своим вещам. Так, например, грабитель никогда не станет даже пытаться сорвать сумку, которая надета через плечо и крепко прижата рукой. Тогда как сумку, небрежно болтающуюся на локте или зажатую в руке, легко вырвать даже не очень ловкому преступнику. Вор-карманник в транспорте ни за что не полезет в сумку с полностью застегнутыми карманами и отделениями, находящуюся в пределах видимости хозяина, то есть прижатую к груди или животу. Соблюдая такие нехитрые правила, контролируя местонахождение своих вещей, ты можешь сохранить свой кошелек и мобильный телефон, а также другие, ценные для тебя вещи. Нередко доверчивостью и беспечностью подростков пользуются и квартирные воры. Самый популярный способ – позвонить в дверь, когда родителей нет дома, и представиться кем-то, кому подросток может доверять. Чаще всего представляются милиционерами, сантехниками, соседями, друзьями родителей, которые принесли от них записку или хотят передать им подарок, или просто просят ручку и листок бумаги написать записку соседу. Запомни, если человек за дверью тебе не знаком, не открывай ему дверь ни под каким предлогом. Благоразумные родители никогда не вызовут сантехника или монтера в свое отсутствие. А все поручения они могут передать либо по телефону, либо через хорошо знакомых тебе людей. Как бы ни ругались, чем бы ни грозили тебе незнакомые люди, ты имеешь право им не открывать и разговаривать через закрытую дверь. Может случиться и так, что грабитель не знает, что ты дома и пытается вскрыть дверь. Если ты услышишь подозрительное копошение у твоей двери, посмотри в глазок. Если это не родители, смело спрашивай, кто там? Это наверняка спугнет преступника. Если же он продолжает он продолжает вскрывать замок, срочно звони в милицию по телефону 02, опиши ситуацию и назови точный адрес. Затем с балкона или из открытого окна громко позови соседей и прохожих на помощь. Если есть телефон соседей по подъезду, позвони им. Нередко квартиры становятся объектом интереса для преступников потому, что они узнают, какие ценности в ней хранятся и в какое время квартира бывает пустой. Откуда они это могут узнать? Ответ очень прост. Ты мог похвастаться в компании знакомых или приятелей тем, какая у вас дома дорогая техника, какие у мамы драгоценности, сколько зарабатывает папа и так далее. А такая информация, как правило, быстро распространяется. К тому же, ты мог пригласить в гости ребят, с которыми только что познакомился. Чтобы не стать невольным виновником ограбления своей квартиры, тебе нужно запомнить, не у всех твоих друзей и знакомых одинаковый достаток в семье. Зачастую те ребята, родители которых не могут купить дорогую технику или модный мобильный телефон, начинают по-черному завидовать, а бесконтрольная зависть приводит к подлым поступкам. Нередко завистники становятся наводчиками на хорошо обставленные квартиры. И, возможно, после ограбления уже тебе придется завидовать друзьям. Кроме этого, нельзя давать грабителям сведения о том, в какое время твоя квартира остается пустой. Например, не оставляй записки с содержанием «Мама, я ушел гулять, буду в пять на входной двери». Преступник догадается, что до пяти часов в квартире никого не будет и может совершить ограбление. Чтобы родители не волновались, лучше оставь эту записку дома на видном месте. Приклей на зеркало в прихожей, на выключатель, положи на обеденный стол. Перед выходом из дома не забудь проверить, закрыт ли балкон, окна, форточки, особенно если твоя квартира находится на первом или последнем этаже. Нельзя говорить незнакомым людям на улице или по телефону, что родителей нет дома. Если к телефону зовут кого-то из родителей, а они отсутствуют, надо спросить, кто звонит. Если человек незнаком, лучше ответить, что родители заняты или спят, и поинтересоваться, куда и кому они могут перезвонить. Наверное, ты уже не раз слышал о случаях насилия над школьниками. нередко об этом говорят по телевизору, а возможно, подобные случаи были и в твоем районе. Жертвой насилия может стать учащийся любой школы, любого возраста, в любое время года. Преступники выбирают как девочек, так и мальчиков. Как же ты можешь обезопасить себя? Как во всех других случаях, главное твое оружие – бдительность. Методы у преступников могут быть самые разные. Насилие совершается и днем, и вечером, на чердаках, в подвалах, в подъездах и даже квартирах, в парках, в заброшенных домах и на стройках. Но есть то, что объединяет такие преступления. Любой злоумышленник первым делом старается увести свою жертву в уединенное место, где невелика вероятность того, что ему помешают случайные прохожие. Жертвой насилия может стать как случайный ребенок или подросток, так и тот, кого преступник выслеживал несколько дней. В случае выслеживания он в течение нескольких дней незаметно ходит за выбранной жертвой, изучая ее маршрут и выбирая удобное место и время для нападения. Он может поджидать в гаражах или на пустыре, если через такие места проходит маршрут жертвы, либо в подъезде, у лифта или у квартиры. Случайные же нападения происходят, как правило, в безлюдных местах. Иногда преступник ходит по домам и обзванивает квартиры в надежде найти того ребенка, который доверчиво откроет ему дверь. Предлоги могут быть любыми, некоторые из них мы описывали на примере квартирных грабителей. Запомни и то, что насилие может совершить не только незнакомый человек, но и малознакомый. И в том, и в другом случае преступления можно избежать, если быть осторожным и соблюдать некоторые правила. Не гуляй допоздна, не засиживайся в гостях, если ты без родителей. Если все же тебе придется добираться до дома в темное время суток, попроси тебя проводить и позвони родителям или соседям, чтобы встретили, точно обговорив место встречи. Не гуляй в малолюдных местах, на стройках и пустырях, не играй в гаражах. Выбирай такие маршруты передвижения, чтобы ты всегда был в окружении людей. Если тебе необходимо пройти через малолюдное место, дождись группы прохожих и иди вместе с ними. Не вступай в разговор с нетрезвыми людьми, даже если они тебе знакомы, поскольку поведение пьяного человека часто неадекватно и агрессивно. Не входи в подъезд вслед за незнакомыми или нетрезвыми людьми. Лучше всего заходить с кем-то из знакомых соседей. Если незнакомый человек на улице или даже в школе предлагает тебе сняться в кино, дать послушать диск с твоей любимой музыкой, показать экзотических животных у него дома, не соглашайся и обязательно расскажи об этом родителям. А если это произошло в школе, то и учителям. Не садись в автомобиль к незнакомым и малознакомым людям, даже если это модный джип и тебе предлагают подвезти тебя до дома или школы, даже если ты куда-то опаздываешь. Согласись, что соблюдать такие меры предосторожности совсем не сложно. Даже если ты не открыл дверь настоящему сантехнику или другу родителей, то ругать тебя за это точно не будут, ведь ты поступил согласно правилам безопасности и родители это должны оценить. А теперь давай ответим на вопросы, которые мы тебе задавали в начале главы, пользуясь приведенными выше правилами. Ситуация первая. Тебе ни в коем случае не следует идти через малолюдное неосвещенное место, тем более гаражи одному. Здесь есть два варианта. Ты можешь обойти это место по более освещенному пути, это займет у тебя больше времени, но зато будет гораздо безопаснее. И второй вариант. Ты можешь подождать прохожих, желательно женщин или людей с детьми, и пройти через это место вслед за ними. А лучше всего было бы позвонить родителям и попросить тебя встретить прямо с тренировки. Ситуация вторая. Ты раньше не слышал ни про какую двоюродную бабушку, поэтому тебе следует спросить ее имя, откуда она приехала, а после этого позвонить родителям или другим родственникам и уточнить, есть ли у вас такой родственник. Если нет, то посоветоваться с ними и вызвать милицию, поскольку неизвестно, откуда эта лже-бабушка узнала твое имя. Дверь ей открывать естественно нельзя. Ситуация третья. Твои родители не знают, что ты ушел гулять, поэтому необходимо оставить им записку, где нужно написать, во сколько ты ушел, куда, с кем и когда собираешься вернуться. То, что твоя квартира находится на первом этаже, делает ее привлекательной для воров, поэтому перед выходом из дома надо проверить, закрыты ли окна, балкон и форточки, лучше еще задвинуть шторы, чтобы квартира с улицы не просматривалась. Итак, ты прожил целый год в городе, следуя правилам безопасности, переходил дорогу в положенных местах, не ходил один по темным переулкам, а дома всегда правильно обращался с бытовой техникой. Теперь настала пора отдохнуть. отдохнуть. Продолжение следует... отдохнуть. отдохнуть.